Начни. Истины всякие скверны, и спаси, блажа, души наши. Господь и Бог наш, именем Иисуса Христа, молим Тебя, благослови наше занятие. Не позволь нам уклониться ни направо, ни налево от истинного понимания. И в этот воскресный день, пребудь с нами. Баланс, инфекции, наклонения, сердце, сердце, все эти. Потому что он Татьяна Дмухи булькалит. Да, Таня, я тебя отключаю, прости, у тебя там. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Второе послание к Коринфянам, 10 глава, 7 стих. На личность или смотрите, кто уверен в себе, что он Христов, тот сам по себе суди, что как он Христов, так и мы Христовы. Толкование. Не только устрашает обольстителей, но и порицает обольщаемых. Поэтому говорит, узнавайте по делам, кто надменен, кто богат, кто прикрывается лечением добродетели. Ложные апостолы величались, что они Христовы, и будто бы самовидцы слова. По себе сказал вместо, пусть не ожидает нашего против него обличения, но сам размышляет, что именно. Потому что он Христов, он не имеет никакого преимущества перед нами. Ибо я тоже не могу быть апостолом кого-либо другого, хотя бы и он был Христов. Но здесь он выразил уступку, поскольку еще прежде показал, насколько он выше. Так, вопросы. В чем здесь речь? Мне вот не совсем понятно. Сереж, пожалуйста, напомни Коринфянам какой стих. Вторая глава Коринфяна, второе послание. Коринфянам, десятая глава, седьмой стих. Спасибо. Еще прочитаю вот это предложение, которое мне непонятно. По себе сказал вместо, двоеточие, пусть не ожидает нашего против него обличения, но сам размышляет, что именно. Потому что он Христов, кто он? Вопрос. Он не имеет никакого преимущества пред нами. Он это кто, лжеапостол или тот, к кому обращается, который по себе сам должен судить. То есть он, как бы, защищает свою пасту от лжеучения, от лжеапостолов. Это понятно. А вот в этом толковании, что-то так, как-то, предложение то ли так составлено, то ли у меня мозгов не хватает. По грамматике. Потому что именно потому, что он Христов. Кто он? Мне непонятно, о ком речь. И далее он пишет, толкователь. Ибо я тоже не могу быть апостолом кого-либо другого. Хотя бы и он был Христов. Тоже непонятно, о ком речь. О лжеапостолах, либо о пастах, о которых он пишет, Калимкин. О лжеапостолов. Ложные апостолы увеличались. Впереди же написано, больше ни о ком речи нет. И Павел говорит, у него своя есть паства. Я мог бы с вами спорить, доказать, но тут, говорит, ничего не буду говорить. Раз ты считаешь себя таким, а мы такие же. И отстань от меня. Вот какой его ответ. А кого не могу быть апостолом кого-либо другого? У меня своя паства. Зачем мне другие? Над вами лжеапостол и я не апостол. Вы сами по себе живете. У вас своя регистрация, другая религиозная организация. Это прям сегодняшняя ситуация с сектантами. Да. Похоже очень. Я тоже об этом подумал. Да. Но вот он говорит, на личность ли смотрите? Это к кому обращаются? К коринфянам или к лжеапостолам? К коринфянам и к лжеапостолам. К тем и другим. Он их не разделяет здесь. И говорит, вы на личность смотрите? Ну, по себе тогда и судите. И дальше все, что отсюда происходит. Его зазирали. Они говорят, мы Христа видели, мы очевидцы. А он знает, что это не так. Он именно очевидец. Ему Христос являлся. Но тут спорить не будем. Ладно, как бы апостол Петр, он бы легко доказал. А сам Павлу было трудно доказывать-то. Все знали, что он был гонитель во время земной жизни Иисуса Христа. А все время ссылаться на видения какие-то, он и не стал. Поэтому, видя, что это дело недоказуемое. Понятно. Понятно. 2 Коринфянам 10.8 Ибо если бы я и более стал хвалиться нашою властью, которую Господь дал нам к созиданию, а не к расстройству вашему, то не остался бы в стыде толкованием. Не сказал, я имею власть наказывать и умерщвлять, а они не имеют. Но смиренно, если бы и более. И не сказал, если хвалюсь, но если бы стал хвалиться, то есть если захочу, говорит, похвалиться о власти, которую Господь дал нам, опять все это приписал к Господу. Я получил ее от Бога, для того, чтобы утверждать в вере, благодетельствуя, а не наказуя. Итак, почему ты сказал, не спровергаем замыслы? Потому что в том и состоит созидание, чтобы разрушать все гнилое и уничтожать препятствия. Итак, таким образом ты угрожаешь разорением, когда не получил на это власти, преимущественно я получил в созидании. Но если бы кто оказался неизлечимым, то мы воспользуемся и властью на разорение. Итак, если я захочу, говорит, похвалиться тем, что Бог даровал мне больше, так что я имею власть прежде всего благодетельствовать, а в случае противления наказывать, не останусь в стыде. То есть не покажусь лжецом или горделивым. Ну, здесь мне понятно, в всяком случае. Кому непонятно, задавайте вопросы, не стесняйтесь. Ничего здесь такого нету, это школа. И вполне нормально, что кто-то чего-то может не понимать. Лучше разъяснить сейчас, чем... Как это все и... Так. Понятно? Идем дальше. Второе Коринфянам. Десятая глава, девятая, одиннадцать. Впрочем, да не покажется, что я устрашаю вас только посланиями, так как некто говорит, в посланиях он строг и силен, а в личном присутствии слаб и речь его незначительна. Такой пусть знает, что каковы мы на словах в посланиях заочно, таковы и на деле лично. Толкование. Каков на словах, таков и на деле. Я мог бы похвалиться, но не думайте, что я устрашаю вас посланиями, как говорят мои клеветники. Он хвалится в посланиях, посылает грозные письма, а в личном присутствии он ничтожен и является не таким, каков в своих посланиях. Но всякий, кто так говорит, пусть знает, что мы не только угрожаем в посланиях, но при личном присутствии можем и привести в исполнение свои угрозы. 12 стих. Ибо мы не смеем сопоставлять или сравнивать себя с теми, которые сами себя выставляют. Они измеряют себя самими собою и сравнивают себя с собою неразумно. Толкование. Здесь он показывает, что это хвостуны и слишком много хвалятся собой. И так говорит, что мы не станем сопоставлять, то есть причислять или сравнивать, то есть противополагать себя тем из них, которые превозносят себя похвалами. Они, говорит, не удостаивают приравнивать себя к кому-либо. из других людей, но измеряют себя сами собой, состязаются между собой и не чувствуют, как смешны они вследствие этого. Ибо каждый, считая себя лучше других, унижает другого. И так все являются славными друг перед другом. Они не понимают сами, как это смешно. Вопросы? Да, вот, сами собой, это вот высокоумие, самость. А я так думаю, а мне так кажется, а мне так видится. Вот, что я так чувствую. А на чем твои видения, чувства и думы основаны? Подтверди их Словом Божьим. Кто еще так же думает? Как ты? Можно я? Можно. Но говорит о том, что вы сравниваете себя с Христом, а не друг с другом. Никогда не найдут они общего языка. Это смешно. То есть, вот в этом мне кажется. Ну, как бы, к совершенству стремиться нужно, к Богу, а не сравнивать, я вот лучше, чем он, он, вот у меня там нос красивый, а у него кривой. Вот, вот так. Ну, образно, да, то есть, закончил. Сергей, можно спросить? Да, да, можно. Вот по восьмому стиху, значит, вот он в толковании говорится, так, что я имею власть прежде всего благодельствовать, а в случае противления наказывать. То есть, вот в случае противления наказывать, наказание, в чем это выражалось, что они делали, если им кто-то противился? Как они наказывали, ну, в чем выражалось наказание? Ну, я уже задавал этот вопрос, в чем наказание. Отлучение от церкви, ну, как Писание говорит, кто будет благодельствовать не то, что мы благодельствуем, да будет анафема. Кто такое анафема? Ну, проклятие, да будет тебе как физичник и мытарь. Все, то есть, он в этом, думаю, наказание. Не то, что они там, или власть у них была прям, что там, связывать, в темнице сажать. Это вот сегодня власть, допустим, вот, светили ИГУ, а не так, да, их преследуют, их могут арестовать, они запрещены. Или там, например, религиозная организация ИГИЛ, да, она запрещена в России. И, если я сейчас начну, допустим, проповедовать, их не... Меня сразу арестуют. А у них была ли такая власть, Игнать Тихонович, в то время, или... Что это? О чем, господицы? А власти наказывать вопрос? Ну, власти наказывают канонические прещения, ты об этом же говоришь. Вот говорит, коринфский блудник, он им пишет-то, предать воизмождение плоти сатане. Он власть имел такую. И что у него там, гнило, болело, пошел к венерологу или куда, мы не знаем. Но он имел эту власть. И поэтому, смотрите, я приду, я с вами разберусь. Так что, пока я не пришел, скорее справьтесь, чтобы мне вас не наказывать. Он неоднократно об этом говорил, он жалел их. Вот это у них была эта власть. Они на литургии, на оглашенных выходили. Это уже определенно было сразу же. А представь себе выходить. У нас некоторые были отступники, а потом день открытых дверей сделали, приглашать. А они, мы согласны прийти, один говорил, наглый такой мужик был. Но только, чтобы соглашенными не выходить. То есть это трогало. Ну как же не выходить, когда вы отступники? Обязательно выходить. Вот это то наказание, которого они боялись. Он как жезлом считал, поражал их. У евреев этот, Анафима, Херем, это было очень серьезное дело. Провинившийся, если он приносил покаяние, он должен был лечь на порог. На порог. Через него каждый должен был переступить и плюнуть, чтобы войти снова в общество. Вот как свидетельствует. Ну у нас-то это полегче. Стоять на улице, на четыре ступени восхождения. Плащущие, слушающие, припадающие и купно стоящие. Это хорошо написано в книге правил Григория Некисарийского, 12 правило. То есть по закону их государственному не было такой власти, посадить там на 15 суток в тюрьму, не об этом? Нет, не было, не было. Но потом приняли закон. Когда человек бесчинствует, канон разрешал епископу вызвать власть ОМОН, Альфа там Омега, чтобы арестовали и посадили. Потом был принят дополнительное правило, потому что они наглели, приходили, ломали, били, к чему призывает Дмитрий Смирнов. Он как рецидивист сидит там, его надо арестовывать было в студии. Так, еще вопросы есть, поэтому... Андрей, понятно теперь, о какой вопрос? Да, вполне понятно все. К сожалению, сегодня у нас этой властью не пользуются. И этого наказания не боятся. Наоборот, все перевернули в православие. Если человек грешит, его надо обязательно прочистить. Не отлучить, а чаще исповедуйся, чаще прочищайся, чаще греши, и все нормально. То есть вот это вот воздух, что каждый раз грехи взболтнули, а сели опять взболтнули на исповеди, а опять осели. Очищение-то не происходит. А если бы человек знал, что идя на исповедь, то я буду в коридоре стоять, да стыдопушка-то какая-то, раз бы он начал бы, прежде чем согрешить-то подумал 10 раз. И каждый бы пост по одному грешку брал бы хотя бы минимум. И очищался. И не только в пост, конечно, и в другие времена. Но в пост особенно удобно, когда чрево утончается, и душа возвышается. Такое дело, Сергей, что принято неправильное сегодня положение. Нужно похристосоваться. А имеют что-то на тебя. Прости Христа ради, по-старобрящийски. Прости Христа ради. А чего простишь? Чего Христа ради ищить непонятно. Евангелие от Луки, 18 глава, 3 стих говорит, если против тебя согрешит брат, выговори ему. Выговори. Что это такое? То есть вылепи ему все в глаза, что он делает. И в этом он должен признаться, да или нет, а не извините, да может я согрешил. То есть это лукавый, покаяния нет. Образно сказать так, виновен рога в землю, а не на человека. Марк, подвижник, это святой такой, и говорил, многие каются, но мало кто разбирает грехи, от чего это все произошло. Мало. Надо разобрать до конца и не бояться этого. Как возник грех, с чего было. И там, думаю, где-то видно. Вот я работаю на стройке, вот я когда рассказываю, а почему вы про себя говорите, ну ты про себя расскажи, чтобы это оживило. Слово Божие живо и действенно. Работаю, отдельно там меня отстранили от всех, чтобы никому я не говорил о Христе. И в это время, одна там распускает молву, пакость такую. Я за кучей там земли захватил, ну и за руку, и говорю, ты говорила это, она задрожала сразу, а я из ямы вылез с топором. В руках топор. Да я мне вот это, сказала Ленка, да я нет. Какая Ленка? Да он работает. А я нет, это мне Вовка сказал. Я гляжу, как раз Вовка идет. Я его зажал руками, локтями-то, и поднял кверху, а топор в руке говорил. Он дрожит, Бог страх навел. А потом он говорит, этот Баптист, меня, говорит, зажал, поднял, я думал, он мне сейчас голову отрубит. Больше никогда не говорил. А я ничего ему не делал. Смотри, говорю, не делай этого, не искушайся. В жизни бывает разная ситуация. Ни одного не ударил, и в то же время был страх. Все. Второй Калифонам 10.13 А мы не без меры хвалиться будем, но по мере у дела, какой назначил нам Бог в такую меру, чтобы достигнуть и до вас. Толкование. Ибо, хвалясь, они, может быть, говорили, мы достигли пределов земли и обратили вселенную. Но мы, говорит, не так. Между земледельцами разделил Бог виноградники. Так и между нами, апостолами, разделил вселенную. Итак, будем хвалиться по мере у дела, какой назначил нам Бог. Какая же это мера? Та, чтобы достигнуть и до вас. Итак, поскольку это наша мера, то мы и до вас хвалимся. Вопросы? Ну, вот здесь вот экономической территории тоже можно поговорить. Мера у дела, и вот есть какое-то правило, Гнать Тихонович, что напомните, что на чужой территории ты не имеешь права там ничего делать. Рукополагать не имеют права, рукополагать, а не проповедовать. Они все перепутали. А если это его территория, вот я живу рядом дома, а они отделили вот этому там священнику, вот как он благочинный-то, а он ни разу здесь не был. Огромные дома стоят, и ни одного священника нету. Что я буду у него спрашивать-то? Вся земля ваша. Господь говорит, моя земля, и что наполняет? Идите, проповедуйте по всей вселенной. А они это сидят на карте там, пометки делают, кому какая, епархия. Ну это ладно, пускай, так пусть он работает, это его территория, то он не работает. Его никто не знает, никому он не достиг, словом Божьим-то. Ну выдумка одна. 2 Коринфянам 10-14 Ибо мы не напрягаем себя, как не достигшие до вас, потому что достигли и до вас благовествованием Христовым. Толкование. Вероятно, ложные апостолы и отправившиеся куда-либо без всякой проповеди хвалятся одним простым пришествием и все приписывают себе самим. Итак, апостол говорит, мы не напрягаем себя, как не достигшие до вас, ибо мы достигли не просто, но благовествованием Христовым. То есть, не только пришли, как те, но и с проповедью Евангелия. И вот на эти слова Игнать Тихонич дает комментарий. Прочитав толкование блаженного фифилакта на это место, трудно ли православным сказать, что они есть лже-православные? Все, кто не проповедует Слово Божие, лже-православные, исповедующие совершенно на новую религию под именем православия, которую Бог не утверждал. И пока архиеви и пастыри, и прихожане не сознаются в этом, надежды на покаяние и спасение нет. Что здесь, конечно? Апостолы приходили с проповедью. Это факт. Этим не поспоришь. От этой проповеди люди обращались из язычества и становились христианами. Вот. Уже апостолы, они просто приходили без всякой проповеди к этим же христианам и начинали проповедовать свою ересь, как сегодняшние сектанты. Вот. Но сегодняшние эти сектанты, они приходят на голую почву. Им до этого-то православные не проповедовали-то. Вот в чем беда. Поэтому здесь вот еще даже до этого-то не доросли, как в Коринской церкви. Те же апостоли наготово пришли и стали их переубеждать. А тут и переубеждать никого не надо. Там пусто в голове. Никакой веры, никакого знания Христа-то нет. И поэтому который говорит, он был православным, ушел в секту. Да он не был православным. Почему я ни в какую секту не иду? Никаким калачом кто? Потому что я уверовал, здесь истина. Сравнил ихние толкования, толкования блаженного фифилакта и там по себе рассудил. Дух святой мне подсказал, стоишь, что те лгута, здесь истина. И все. Так, вопроса нет. Второе користое, 10 глава, 15-16 стихи. Мы не без меры хвалимся, не чужими трудами, но надеемся с возрастанием веры вашей, с избытком увеличить у вас удел наш, так, чтобы и далее вас проповедовать Евангелие, а не хвалиться готовым в чужом уделе. Толкование. Показывает, что те хвалятся трудами апостолов и хвалятся без меры, то есть чрезмерные чужими трудами. Мы же не так, но достигши до вас, мы смело говорим, что достигли до вас. При этом мы надеемся без сомнения на Бога, ибо Павел не думал выставлять на вид себя, что достаточно научив и умножив веру вашу, возвеличимся в вас. Ибо учитель возвеличивается тогда, когда умножает подвиги учеников и с избытком увеличивает свой удел, то есть расширяет ту меру удела, которую он получил. Итак, на что мы надеемся? На то, что и далее вас будем проповедовать Евангелие. И может быть сверх того похвалимся, если принесем им пользу. Как домостроитель вселенной и архитектор, он повсюду называет удел и меру, и чтобы показать, что все это принадлежит Богу, который определяет этот удел и эту меру, приводит и следующее место. Но пока комментарий Игнатия Лапкина на слова будем проповедовать Евангелие. И учитель возвысивается тогда. Комментарий. В словаре язычников никогда не значилось слов Христос Евангелия проповедь. Как неумело произносит их язык, не приученный к этим животворящим словам. Но как иудеи, так и язычники утешали и воодушевляли друг друга этими словами. Будем проповедовать Евангелие. Будучи гонимы, избиваемы, они молились о том, чтобы Бог дал им силы и мудрости. И это дарование Божие выражалось в проповеди. Читаем книгу Деяний 4, 29. И ныне Господи возри на угрозы их, и дай рабам твоим со всею смелостью говорить слово твое. Говоря другим о страданиях Христа, человек забывает о своих. Итак, будем проповедовать Евангелие. Мы больны, гонимы, но проповедь несет облегчение и излечение, ибо проповедующих благословляет сам Бог, как пославший их на проповедь. Итак, будем проповедовать Евангелие. Все рушится, всюду нестабильность, терроризм, угрозы, как страшно одиноко быть в этом мире без Христа. Приблизим к себе Иисуса послушанием Ему, посылающим нас в мир с проповедью о Его любви. Итак, будем проповедовать Евангелие. И тогда слова Христос, Евангелие, проповедь сделаются для нас самыми любимыми, объединяющими нас, делающими нас воистину радостными и счастливыми. Итак, будем проповедовать Евангелие. Шесть раз Игнать Тихонич повторяет эти слова блаженного Петхилата, чтобы ударили по глазам и люди наконец-то поняли. А то идешь на проповедь и тебе православные никогда не ходили, это сектанты только. Только что. Вот так уже научили людей за 70 лет безбожной власти. Да, оно и до революции это как Лесков говорит проповед, Евангелие не было проповедуемо как должно. Ибо оно вообще не было проповедовано либо не было проповедовано либо было проповедовано никак должно. Какими-то либо искажениями. А с какими искажениями? А вот от греков взяли сегодня как раз на занятиях Геннадий Китальевич. Уже монашество все уже все. Как они избирали веру православную князь Владимир? Ну не по Евангелию, а вот были как на небе. То есть красота вот этой иконы не через Слово Божие, к сожалению. А переведена была Библия на русский язык уже спустя многие годы. поэтому и вот такой перекос сегодня что выполняешь повеление Христа и идти научить все народы а спину получаешь плевки и сморчки сектанты раскольники и так далее. И с такого вера что православные никогда ничего ударом не дают. Вот дожились. Мамона трусости корысть все ради корысти. Все будут делать иконы продавать мощи свечи крестики лишь бы только корысть какая-то была. 2 Коринфянам 10-17 Хвалящийся хвались о Господе ибо совершая такие дела мы не хвалимся и не приписываем в них чего-либо себе самим. Но все это и самую меру до которой достигли усвояем Богу вот чем они должны хвалиться. Вопросы? 2 Коринфянам 10-18 Ибо не тот достоин кто сам себя хвалит но кого хвалит Господь? Толкование не сказал мы искусны но кого хвалит Господь то есть того которого действительность труда и подвига благодатью Божию явила достойным Вопрос как хвалит Господь Хороший вопрос Сами Сами себя хвалят понятно как еще поговорка такая сам себя не похвалишь никто тебя не похвалит Ай да Пушкин Ай да молодец Он сам себя нахвалит Сочинил стихотворение и сам себя нахвалит А как Господь хвалит Как узнать что он тебя хвалит А не кто-то другой Говорит же и лукавый тебя похвалит и у тебя как в том фильме притча бабушка ой какие-то проповеди да тебе уже пора уже епископом Сергей не ошибаюсь такой стих в Писании хваляйся хвались Господом Ну это есть сейчас 17 хвались о Господе ибанидос Ты то ли спал вот 17 стих прочитай только перед этим 2 Корифоном 10 17 запиши Можно я скажу чуть-чуть Можно да Иеремия 9 24 Но хвалящийся хвались тем что разумеет и знает меня что я Господь то есть знающий Господа творящий милость суд и правду на земле ибо только это благоугодно мне говорит Господь вот здесь охваление человек должен хвалиться только тем что разумеет и знает Господа что он Господь с этим у меня вопросов нет вопрос был как узнать что тебя Господь хвалит кто сам себя хвалит это вот прививка против самохвальства что ты сегодня сейчас привел это понятно и уже апостолы сами себя хвалили и апостол Павел тоже эту прививку ставит и говорит Коринфянам вы смотрите кто сам себя хвалит а кто своим как говорится трудом благовестия души привел по Христу рассудите сами они на готовое пришли и хвалятся вами как своими учениками вы мои ученики я родил вас благовествованием он как говорит вы разве забыли от кого вы услышали благовестие проповедь он и подали за этими сектантами и эритиками сегодня поводящими от истины Tacki а ты спасенный они уже спасен они сами себя хвалят то же самое ты спасенный а рожденный и все а ты не спасенный не рожденный и что ты тут будешь а я спасенный рожденный а с чего ты это взял когда начинаешь по Писанию, что спасены в наделе, и напрочь нет, мы уже на облаках, они уже там прописаны в книге жизни, хотя на самом деле-то в крещении, в книгу жизни, благодать освящающая нет у них, призывающая, да, скоро нет, и Господь призвал, обращающая, да, обратились, а в таинствах церковных нет у них участия, поэтому не вписаны они в книгу жизни, хотя и могут вести благочестивую жизнь от многих грехов избавиться, но от греха ереси и гордыни, что они не члены тела и не причащаются телу Христова, за это и Господь будет судить, говорит, не будут иметь себе жизни. Сергей, можно? Да. Ну, ответ вот он в 18 стиху, ответ и есть. Вот тут написано «то из того, которого действительность труда и подвига благодатью Божию явила достойным». Вот и ответ, что труды и благодать, благодать Господь дает для трудов и Божию явила достойным. То есть люди видят, что это от Бога труды, вот, видимо, вот и любовь к Богу. Ну, здесь, ну да, дерево узнается по плодам. Вот, если плодов нет, человек ничего не делает, то нет, и плодов он бесплодный. Так вот, на Игнате идёт, конечно, как говорится, волной, а сами-то вы что, нет? Ничего и нет. Поэтому начинаешь понимать, что любит со самохвалением и то же самое. Вот эти слова, вот эти слова, действительность труда и подвига, наверное, того и хвалит Господь, кто действительно трудится и подвиг ради Христа творит. Ну, о каком труде и каком подвиге речь идёт? Ну, на благествовании в первую очередь, благовестии. Можно я скажу? Можно. Я извиняюсь, я что-то активное слишком сегодня. Вот я полностью согласен и вот просто зачитаю, как это написано в Матфея 5.16. Тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Ну, вот. Так мы можем знать, наверное, что прославляем, ну, как бы имеем благодарность. Вокс попули, вокс деи эст. Ну, люди-то доброе дело сделало, они это тебя благодарят, Отца Небесного твоего, как вот, ну, ты помог человеку, он никогда же тебе не скажет, он и не знает этого Бога, ну, допустим, человек неверующий. У нас среди верующих-то понятно, помог, спаси Христос, слава Христу, тут уже понятно, что как о Христу все это относится, что ты во Христе все это делал, не был-то бы верующим, дороги, не помогал бы, в свою трубу только работал бы, да, и все. Ну, понятно, теперь, конечно, видя добрые дела, прославляли Отца Небесного, это и есть признак, что Бог тебя похвалил. То есть, они, видя твой свет, Христов, твое благовесие, добрые дела, прославляют Отца. Ну, от другого я ничего не вижу, то есть, ну, что? От другого ничего и нет. Вот это есть, нужно, вот когда видишь, что люди прославляют Я вот сейчас не могу на память вспомнить, чтобы за мои добрые дела кто-то благодарил не меня, а Отца моего Небесного, как-то вот на вскидку, может оно и было, да. Ну как, а я благодарил, я все, что сделаете вы, это и есть добрые дела, во славу Бога, я благодарен, например. Не я же проявляю инициативу, вы собираете всех, и вот и вам и благодарны, смотри, у вас сколько людей. Да я-то что, я-то орудия в Божих Христос. Вот она и есть благодарность. Поэтому вот, ну теперь понятно все, все стало на свои места. Ну так и как. Спаси Христос, разъяснили. Идем дальше. Второе послание к Коринфянам, 11 глава, первый стих. О, если бы вы несколько были снисходительны к моему неразумию, но вы и снисходите ко мне. Толкование. Намереваясь начать речь о своих собственных похвалах, он сделал много оговорок, избегая того, что есть оскорбительного для других собственных похвалах. к этому побудила его необходимость и опасение, чтобы и не послужило во вред учеников, если самого его станут презирать, а лжеапостолов считать людьми, имеющими какое-то значение. Ибо и для весьма непонятливых ясно, что он пришел сюда по настоятельной нужде и ради пользы своих учеников. ибо каким образом стал бы без надобности хвалиться самим собой тот, кто помнил прежние заблуждения, о которых он избавился через крещение, кто признавал себя недостойным апостольского звания. Итак, он говорит, о, если бы вы несколько были снисходительны к моему неразумию, а вы очень снисходите, ибо я убежден, что вы любите меня и во всем снисходите мне. Вопросы? Апостол Павел боялся за учеников, не за себя, то есть его там уже апостолу коряет, что он и понятно, там, многое что могли они на него наговорить, что он ради денег все это делает, и там. Так, второе Коринфянам 11.2 «Ибо я ревную о вас ревностью Божией, потому что я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистою Девою». Толкование. Не сказал «люблю», но чтобы выразить гораздо сильнее «ревную», ибо ревность является у людей пламеннолюбящих, потом, чтобы не подумали, что он ревнует о них по каким-либо человеческим побуждениям, ради денег или славы, присовокупляет ревностью Божией. «Ибо сказано, что и Бог ревнует, чрезмерно возлюбив нас, не для того, чтобы получить какую-либо выгоду, но чтобы спасти нас, приведя в общение и единение с собой. Такова, говорит, и моя к вам ревность, она проистекает не из того, чтобы мне получить прибыль, но чтобы вы не погибли. Я обручил вас, говорит, Христу, и так за него ревную, а не за себя самого, ибо я не муж, а друг жениха. смотрите же, он не сказал, я ваш учитель, и потому вы должны держаться меня, но их поставил на место невесты, а себя на место друга жениха, придавая им большее значение. Нечто дивное он приписал церкви, ибо в мире после брака не остаются девами, а здесь и не бывшие прежде девами после сего брака становятся девами. Таким образом, вся церковь есть дева, ибо Павел говорит это всем, и мужьям, и женам. Что же он обещал в приданное Царство Небесное? Подобное сему было у Абраама, когда он послал раба, чтобы тот сосватал сыну невесту единоплеменную в Бытие 24.4. Ибо и здесь Бог послал служителей своих пророков, чтобы обручить церковь сыну своему Христу, как, например, Давида, который говорит, слышит черь, и смотри, и преклони ухо твое, Псалом 44.11. И апостолов, например, Павла, который говорит, мы их посланы именем Христовым. Итак, настоящее время есть время обручения, будущее же время брака, когда раздастся голос, год жених идет. Матфея 25.6. Вопросы? Вот. Вот у меня такой вопрос. Да, в Писании говорится, я Бог ревнитель, не создайте себе кумира, не поклоняйтесь другим богам, и дальше даже ибо будет наказание вплоть до нескольких родов за вступление, за идолопоклонство, за поклонение другим богам. Оно и понятно, он наш создатель, он наш творец. А Сатана ревнует ли о своих левретах, о своих слугах? Как вы думаете, борется ли он за их души? Все понял, ничего остается. Кто хочет ответить? Все возьмешь потом. По Писанию. Нет желающих? Игнать Игоревич, ответьте на этот вопрос. Понятно, что говорит, падше поклонись и мне, и все царства отдам, возвышу тебя, ты будешь президентом, и мало того, в Европейском Союзе. Это очень хорошо описано у писательницы английской Мария Карелли, печаль сатаны, почему-то стали приписывать брокеры ее «Скорбь сатаны», перевод княги Кропоткиной, и заканчивается тем, подходят к английскому парламенту, держась там за руки или обнявшись сатана и человек. Советую, кто может, зарядите, текст есть, печаль сатаны Мария Карелли. Я однажды дал студентам считать, а работница пришла, и что? Да говорит, до утра считали, говорит, Кости стучат по сегодняшний день. Написано, как действует сатана, каким ты его представляешь, кучерявым, такой он и будет, банкиром, бандитом, такой он к тебе и явится. И дальше, что будет? какие будут проигрыши. Ну, просто надо увидеть, что там Джеффри Темпест хотел богатство какое-то, и вдруг наследство от дяди, дальше красавица, на первой красавице, а все делал сатана. И потом только Господь ему открыл, это увидел он. Ревнует сатана, чтобы поднять своих служителей, он ему должность большую дает, возвышает его. Откуда он вдруг появился такой Гитлер-то? И называется Восхождение Дьявола. Фильм такой, американский. Восхождение Дьявола. То есть Дьявол своих старается протолкнуть, за него депутаты проголосуют, дальше, дальше больше, и наконец он достигает такого величия, обрамление какое, свастика, звезда. Сталин бандит, грабил банки, убивал, это всем известно. Никто ему не выбирал, даже Гитлер был не сравнен на его в сотни раз лучше. И правил такой страной. Бандит. И заискивали перед ним, умер, а патриарх Алексей I Семанский угробал, стоит и наговаривает там, какая сила ушла, он не оставлял наши нужды, помогал церкви. Бандит 66 миллионов душ погубил. Он тоже их возвышает. Этого пигмея лысого тоже возвысил, похоронить не могут. Ему это надо, его квасят там каждый месяц в ванне с растворами. Возвышает, ревнует. 2 Коринфянам 11.3 Но боюсь, что вы как змей хитростью своей прельстил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе. Толкование. Ибо хотя погибаете вы, но боюсь, я не открывает, вы будете повреждены, хотя они были уже повреждены, но выразилось они определенно, боюсь, чтобы ваши умы не повредились, ибо и тот обольстил обещанием лучшего, и лжа апостола восхваляя себя и говоря вам нечто великое, прельщают своей хитростью. Но как ни хитрость змея, ни простота Евы не были достаточны для ее прощения, так и вам оно не будет на этом основании дарона. Не сказал же, что Адам был прельщен, чтобы показать, что прельщаться свойственно женщинам, и не сказал, чтобы вы не прельстились, но чтобы ваши умы не повредились, по-славянски не растлились, потребив образ растления, ибо слово растление употребляется по отношению к девам, чтобы не повредились, уклонившись от простоты во Христе, то есть, чтобы вы не прельстились вследствие своей простоты. Некоторые толкуют так, чтобы вы не уклонились от простой веры в жестокость внешних, неверующих, ибо это составляет величайшее растление. Вопросы? А простота, вот надо разобраться, что это, конечно. Ну, вот последнее предложение, еще раз прочитаем. Некоторые толкуют так, чтобы вы не уклонились от простой веры в жестокость внешних, в скобках, неверующих, ибо это составляет величайшее растление. То есть, если вас кто-то убеждает, что неверующие люди, ну, они такие же люди, ничего в них страшного нет, ну, они не верят они, ну, не верят, но они добрые, хорошие, с ними можно дружить, они же ничего, никого не убивают, не нравятся, а господь говорит, не дружите с миром, не любите мира, то дружба с миром есть вражда против Бога, то есть, ты становишься сразу в стан врага за то, что дружишь с миром, и а миру-то что нужно сатане прельстить, все конфессии равны, Бог один, пути только разные, мы верим, Бог-то один, поэтому какая разница, баптист, пятидесятник, еретик, ну, а дальше давай перечислять, потому что ереси, она и блудник там, и все, все, все перечислено, царствие Божие не наследует, еретики даже, казалось бы, какой от них вред, ну, подумаешь, верить не так, или блудник, ни в одном государстве за блуд не преследует, ни уголовно, ни административно, а почему, до сих пор на этот вопрос не ответил он, а вопрос задан был, почему ни в одном, у кого-нибудь есть на этот ответ, почему ни в одном государстве планеты Земля за добрачные нерегистрированные связи не преследуют по закону, за аборты преследовали, было дело, за гомосексуализм были, была статья в СССР, преследовали, а за блуд нет, а Бог это наказывает, сурово, причем. всегда тихо меня заинтриговало, и никто и не спрашивает, и как-то все это. Вот что я спрашиваю, нашел кто-либо ответ на этот вопрос или нет. если нет, то не надо сказать, потому что сказано, блудника и прелюбодея судит Бог. Все правильно ты говоришь, блудника и прелюбодея судит Бог. А как может мир судить за блуд, если он лежит возле, если все такие? Ну как вот, здесь даже по-христиански получается, что если у меня, я точно такой же, теми же страстями обладаю, вот у меня, как я из своего глаза бревно не вытащил, как я могу за соринку кого-то осуждать или судить? Поэтому раз мир он в этом лежит, в этом ничего плохого не видит, все такие, как он может судить об этом? Да, закон вот израильский, он запрещал, это было в древнем Израиле, а сейчас этого нет, потому что все такие сказали, что это не зло, есть такое понятие, окно Авертона, вот как вот, если вот при советской власти и у нас в России считается, что гомосексуализм это грех, мы сейчас вот, а в Европе как это сделали? Сначала там тоже был грех, было заболевание психическое считалось, считалось, что это грех, тоже, за это тоже преследовали до 75-го года, а потом взяли и сказали, ой нет, это такое психическое заболевание, которое, ну, нужно терпимо к этому относиться, хотя это никакое не заболевание, это грех, нет никаких ориентаций, есть беснование, когда человек, как и игры, как и все остальное, сатана, как-то он захватил человека, и он этому принадлежит, и не может восстать твердовее, как и пьянство, как и наркомания, все это одно и то же, игра, так и гомосексуализм, они сказали, это больной человек, это у него, он таким родился, у него есть на это извинения, и вот это открыли окно Авертона, и постепенно, постепенно, они стали захватывать свои позиции, мир начал сдавать свои позиции, теперь они во всем мире, как бы даже очень хорошие, сейчас другое, идет уже следующее, что, мол, не грех, там и где-то растление, детей можно разливать, а вот он родился такой, он любит детей разливать, чего его за что судить, он хороший, вот, и открывается окно Авертона, и через это общество, мир, он, сатана, продвигает свое мнение, чтобы люди относились к этому терпимо, терпимо и терпимо, а к блуду давно, ну, почему, судили за блуд, и в России было, и в Европе за это судили, за блуд, за прерубодеяние, только потом сказали, ой, нет, это зачем там, это, все хорошо, там, как он, фильм был, мужик приехал в деревню, а там православную девушку встретил, а она, ее замуж удовлетворили, а как так без любви, она говорит, ну, вот у нас родители согласились и все, а он говорит, ну, а как, а вы были женаты, да, был женат, у меня жена ушла к другому, как это ушла к другому, он говорит, ну, так, она его полюбила, он говорит, а у вас не было ведь мысли выйти замуж, за кого вы любите, она говорит, а как, самокруткой что ли, нет, нельзя, то есть, плюнула и ушла на него, вот такие вещи, прости господи, ну, и так и сейчас, это просто открывается, постепенно делают, сатана через своих слуг, открывает, один, второй, три, все, закончим, что хотел сказать, ага, так, так, ну, я не такое маленькое возражение сделаю, понятно, Россия, кто-то сказал одним словом, как, воруют, Бог тоже сказал, не укради, все воруют, однако, за воровство статья, а за блуд нет, все прекрасно воруют, и терпимо к ворам, а то есть, есть даже воры в законе, уважаемые люди, к ним идут за советом, понимаешь, 90-е годы, я только в табуре доживу, вот, смотри, Сереж, а уголовок, со стороны государства нет, за воровство есть, а за блуд нет, хотя, то и другое, Бог все осуждает, вот, Сереж, если ты был бы жив, при Иване Грозном, да, допустим, или при Алексея Михайловича, вот тогда бы за блуд, тебе бы там, вырвали ноздри, или бы, статьи-то не было такой, в тюрьме бы ты не сидел бы, ну, может, тебя всосали бы на каторгу, вот, Речь идет о статье государственной, то, что люди меня осудят и сегодня, ну, государственная статья была другая, тебе пришли бы, вырвали бы ноздри за блуд, и все, это была статья, такое наказание было при царях, вот, в разную эпоху, по-разному, официально это было, официально было, да, тебе бы, вот, и ходил бы ты как блудник, все, все бы знали, что ты блудник, вот за блуд тебя наказали, было такое наказание, а потом, поскольку все вокруг сблудились, особенно 19 век, он дал свои плоды, вот 19 век в России, он сильно дал плоды, во Франции, раньше еще там, все сблудились, если за что наказывать, когда все вокруг блудники, если я блудник, или там вор, я что, буду тебя осуждать, за этот грех, ты пойми это, не будем, и ты меня не будешь осуждать, если ты, 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 ну, да, как в Евангелии, поймали, прелюбодейку-то, и привели ко Христу, закон Моисеев повелевает, убить его камнями, что скажешь, кто из вас без греха, я выбросил ее камень, толковательно говорят, именно о грехе, прелюбодеяние речь шла, а не о других каких-то грехах, и они, будучи обречаемы с новостью, ушли, понимали, или в то время еще говорят, что мужчинам дозволялось, уже до такого нашли, что ну, кобель, кобель там, а женщин преследовали, а Господь поставил, вот здесь как раз равноправие, что и мужчина, и женщина за грех измены будут одинаковое наказание нести. Не прелюбодействуя, это сказано не только женщины, но и мужчины. Там измена, а тут будет, это как бы, она и по сегодняшним канонам, она меньше наказания, и более оправданная, потому что, имея жену, человек прелюбодействует, куда же, у тебя жена, ты там мог, это пар выпустить, это блудник, как говорится, понять, можно, у него нежели, негде пар выпустить, поэтому он колобродит. Так, ну, у нас уже час прошел, к сожалению, это, Игнать Тихонович, ну, мы тут порассуждали на ваш вопрос, ваше мнение, хочется все-таки услышать, тем интересным. Никто не говорит, кто это все делает-то, почему-то все молчат, или не знают, не само себе, государственная власть это утверждает-то. И теперь, кто это делает, и с какой целью, и тогда мы сразу поймем, ахать не будем, а будем, говорится, молиться, как следует. Это делают те, которые приготовляют престол Антихриста, чтобы все застонали. Вы хотите, чтобы у вас вот такие были? Сейчас сегодня скажи, ты желаешь Антихриста? Печать там, как говорится, начертания, там, щип какой, да кто же будет согласен? Они скажут, а по-другому никак нельзя. А почему? А вот сейчас всех измучают, и виновная юстиция отнимает детей. Вы хотите, чтобы отнимали? Это умышленно делают. Ну, кто они делают, эти люди-то? Мы же знаем, кто они делают-то. Какие у них звания-то есть? Гроссмейстеры наугольника и циркуля. Вы хотите, чтобы у вас детей малых насиловали? Да вы что? Ну, вы видите, какие законы-то? Вы нашего изберите, нашего депутата, нашего рогатого. И люди пожелают, и где бы ни встретились, как об этом пришли, как об этом пишет Григорий Незензин на базаре, покупает, а почем морковка? А ты знаешь, Иисус Христос, он не равен Отцу. Спрашивай, сколько капуста, а ну и другой ответ опять, а во Христе одна воля, две воли. Вот какая была обстановка. Здесь будет все по-другому. Двое-трое встретятся, как истомились, невозможные, какие законы, что делают. Вот бы был такой правитель, а он явится. Три слова Владимира Сергеевича Соловьева об Антихристе. И он явится. И вот то, что сейчас они делают, за счет этого народ его полюбит. Он говорит, наведу порядок. Какая была инфляция? Булка хлеба 2 миллиарда марок стоила в Германии, когда пришел Гитлер. Его уже полностью разносят в Берлин, а его все еще продолжают любить. Это говорят те, которые остались живые. Он сделал все для них. И уже через два года инфляции нет, инфляции нет. И по 30% населения на лучших курортах отдыхают. Вот как Антихриц делает наоборот. Сначала он вот это покажет, чтобы люди ахнули. Куда мы пришли? Что делать? Кто знает? И депутаты будут не навальные. Они покажут такую красоту в нем, такую жесткость. Это садомит, и уничтожен будет в один день. Как у мусульман. Все, полный порядок будет. А сейчас, как судят его, 20 убийств сделали. Пока его расследовали, за ним еще 50 трупов нашли. И считай, сколько за одним. А расстрелять нельзя. А вот меморандум на смертную казнь пьяница этот Ельцин наложил. И Антихрист все это снимет печати. Сразу принародно, как в Китае. И народ скажет, только так. Вот кто это делает. Кто? Которые говорят, не нужных, там, сколько они желают, миллиард оставить, а остальных столкнуть в отвал. И этот лозунг будет поставлен во главу угла. Надо знать, кто делает, с какой целью. Это все делается умышленно. И все это оправдывается. Вот стоит священник в церкви. Ему вопрос задали. Он теперь является уже не в церкви, на радиостудии. И говорит, вот ко мне подошла одна в церкви, я был в Киеве. Девочка у меня пятилетняя. И говорит, а почему она без платка? Я ей говорю, да потому что она девочка, девица. Какая разница? Ей монашка говорит, да я священник. Тем более надо надеть на нее платочек. Вот если бы мы все за этим дело смотрели, то эта адская машина захлебнулась бы и сдохла, как Солженицын говорит. А так попрятались, как пискари. Одного слова не скажут. В корень надо смотреть, как Осмаб Прутков с жемчужниками говорили. Мы должны смотреть корень. Корень в том, что люди будут избирать тех, которые стили бы слуху их. Сергей сказал, он не назвал только Карамзин, когда написал историю российского государства и решил подарить императору. Он только спросил его, Александр Третий, и говорит, а о чем тут написано четыре тома-то, я не прочитаю. Он только постоял, скажи кратко-то, чтобы я знал, он постоял, подумал, говорит, воруют. И сегодня что? Развращают. Политики никакой нету. Развращают. Ну, Путин-то ответил, когда сказали, почему у вас гомосексуализм-то неофициально? Он говорит, нас и так мало рожают. А от мужика-то, от мужика, что родить-то? Дырявый он останется дырявым. Сумел же он так ответить-то? Самодержавия такого уже не будет, потому что все задушено. Но мы сами в себе должны установить это самодержавие. Четко и просто сказать. Это делает Антихрист для того, чтобы приняли его. Это в протоколах сионских мудрецов все подробно написано. Люди будут изгнывать от ужаса этих законов. А он скажет, я порешу это все в один день. И все проголосуют за него. И где бы ни случилось с двум торговком быть, а ты слышал, а вот такой-то Александр-то пришел. Ой, какой он хороший. Да сегодня двери открыты, ими оставляет. Велосипед не угонят, машину не тронут. Давай за него голосовать. И он придет избранным путем. Его все будут же отвожделены. И он скажет, отныне ни один не скажет война, когда я говорю мир. Да мы же об этом только желали. Вот она толерантность. Не надо никакой толерантности. Я установлю диктат. Но вы будете спокойно спать. Никто никого не тронет. Согласны? Согласны. Выводят всех преступников из тюрьмы, расстреляют перед глазами людей. Все так и взаховываются. Наконец-то дождались. Твердая рука. Вот как дело-то идет. К чему она идет. Отошел. Так, у кого вопросы, пожалуйста, задавайте. Ну, мне почему-то вспомнилось на эту тему, что антихриста от блудного семени родиться только не могу. Вспомню, где это сказано. Это сказано у них, у святых отцов. Седьмого колена, говорит Ефрем Сирин. То есть бабка была блудница, прабабка, прапрабабка, и он во всем будет подражать Христу, что он родится в Вифлееме. Он сделает все чудеса, которые Христос сделал. Горы сдвинуть с места призрачно. Единственное чудо, которое не сможет сделать, чтобы дети возопили к нему. И говорит, как Иисус, младенца в груды в ните устроил хвалу, дабы сделать безмолвным врага и мстителя. Вот как Зибаген это все объяснит нам потом. Он не сможет сделать этого. Ему скажут, а дети, почему тебя не крещат, как на пути Христа? Верное воскресенье, въезд в Иерусалим. Я этого не могу сделать. Это не подвластно. В уста детей, крещенных, благодатью Духа освященных, не может войти злой дух. И на этом, говорит, на этом только больше всего и обнаружится, что он лжец, льстец. Все. Ну, а еще обнаружится же, что накормить, и он говорит, что я вам Бог, чтобы пищу подать. Это уже последний год. Три с половиной года, когда будут кончаться. Уже люди приняли начертания. Эти чипы, очевидно, которые вставлять будут, там что там, электрод какой-либо, ну, так образно сказать, там, от солнца, видимо, озоновый слой будет сожжен. И мы можем так и догадываться. Язвы, нарывы будут на людях. И последний, который примет печать, ну, на начертание. Хлеба, он говорит, нет хлеба. Есть такое предположение, что тот хлеб, который они пшеницу заготовили, как Иосиф, когда был, пример, министром Египта, все превратится в кал. В кал человеческий. Когда, говорит, калом, пометом человеческим, до верблюжего, седла будет все запачкано. Дай хлеб, он где я сделаю, возьму хлеб, когда земля, как железо, а небо, как медь. Вот как рассматривает. Это Ефрема Сирина, его слово об Антихристе. Ты об этом-ка говоришь, я думаю. Угу. Да, 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 правильно. Спасибо, Христос. Слава Иисусу. Вопросы? Вы, если кто знаете, на наш сайт зайдите, православный библейский сайт «Восвете Библии». И там мы насчитываем это слово Ефрема Сирина и считает Геннадий Михайлович Яковлев, который станет иеромонахом Григорием, которого убьет Кришнаид и голову отрежет и в алтаре на престол бросит. Слышали эту историю? Знаете? В Туре Есейского округа. Какой там край? Вот как. Его голос, его голос, он считает, как остался навсегда. С каким он вдушевлением считает это слово Ефрема Сирина. Просто зайдите, послушайте, какой у него был большой дар насчитывания синтонации. Бывший комсомольский работник республиканского масштаба на Украине. Двоюрный племянник главного идеолога СССР Суслова. К слову сказать, в моем доме он пришел в православие. А где это смотреть? Разные духовные материалы? Да. Разные духовные материалы, и там может быть звук и видео. Там он. Не, ну да, звук и видео, потом разные духовные материалы, и вот здесь это идет. М1, М5 должно быть там. А масонство 1, масонство 5. Я 14 лет отдал этой теме. Не, вот я в разные духовные сейчас зашел. Там Дмитрий Дудков, Александр Мейн, Омборщуков, Гордеев, Мейн, Галваров. Я сейчас зайду, сам гляну. А дальше без названия, ФАС, беседа с адвентистами, без названия, без названия. Подожди минуточку, Сергей. Так, ты еще там смотришь. Разные духовные материалы. Я могу вот сейчас в чат ссылку эту скинуть. А вот смотри, звук и видео, вот где надо, вот. Звук и видео. Я вашу. Вот, Григорь. Разные духовные материалы святых отцов, а тут духовные материалы могут быть и не православные, но полезные для православных, хотя и спорные. Ну, нажму сейчас. Так, ну правильно ты сказал. Без названия, беседа с адвентистами. Вот без названия надо открыть. А вот где. Масонство, протокол истинских мудрецов, пищаль сатаны. Пищаль сатаны мной начитан. Это все моим голосом. История церкви. И дальше. Ну вот это все. Трагедия русской церкви. Но это не здесь. Кто же этот? Тут материалы огромные. Масонство. Вот здесь. 12 файлов. Каждый файл 2 часа 5 минут. Это там как раз вот этот вот проэфренов в массиве. Я так думаю, что именно здесь. В масонстве. Его голос услышать. Вот так. Вопросы у кого есть? Сергей, можно вопрос? Да, да, да. Вот это вот 11 глава 1 стих. Значит, я все смотрю, смотрю, не могу понять. Павел говорит, если бы вы несколько были снисходительны к моему неразумию. О каком неразумии речь идет? Что такое неразумие? В чем выражалось оно? Игнать Тихонович, попробуй. Прямо интересно. Но впереди-то он об этом и говорит. Я как неразумие похвалюсь. Я на похвальбу напросился-то. Жди, когда другие похвалят. И Павел начал говорить о великих делах своих. Ну, будьте снисходительны. Ну, пусть это неразумно, да. Ну, как неразумно, отнеситесь. Но я вам покажу пределы возможностей человеческого организма. Вы говорите, нельзя. Смотрите. Я где? В опасностях на дорогах. А вы в это время где? Дома сидели. В опасностях перечисляют на море. Вы где сидели? На берегу. Я тонул. В опасностях это лжебратья. А вы обнимаетесь со всеми. снисходительны к моему неразумию. Неразумие, что он сам себя похвалил. Потому что у него выбора, выхода не было. Если бы он сам в себя начал похвалить, они бы склонились бы к этим сектантам, уже апостолам бы. Он говорит, ну, вы сами рассудите, кто я и кто они. Ему приходится оправдывать. Они не говорят об этом и о том подвиге, который он совершает ежедневно. В посте, в молитве. Нет никакого. Ежедневное стечение народа. И несмотря на это, и он продолжает еще и работать. Палатки шьет там или тет, не знаю, из чего он там, из кожи или из шерстяной ткани. Вам, говорит, надлежало хвалить меня? Вам надлежало. Вы же видите, как я живу. Что я делаю? Я весь на алтарь Божий взошел. А вы, с кем вы знаете, посмотрите на этих, кому вы там, говорит, руки пухлые целуете-то. Вот он об этом и говорит. Будьте снисходительны к моему неразумию. Вы вынудили меня похвалить, хотя вам надо было меня хвалить. Сегодня так, скажи, заклюют. Вы свои подвиги, свои подвиги называют неразумием? Нет. Это фольба, что заговорил об этом. А, то, что хвалится подвигами? Да. Ну, конечно, это сверхчеловеческих возможностей. Это подвиг, героизм. Это лауреат Нобелевской премии, чемпион мира. Хвалится нескромно, но ему приходится, иначе они бы кем бы ушли. И он из двух зол убирает меньше и как бы оправдывается. Я бы не хвалился собой, если бы они меня не вынудили. Он говорит, подражайте мне, как я Христу. Он говорит, я подражаю Христу, мне подражайте. Смотрите на этот подвиг, который в братьях видите. Они были слепые, они вцепились в своих лживых проповедники. Вам надежало плакать, а вы, говорит, хвалитесь. Понятно. Ну, это вот как сегодня, к примеру бы, из нашей общины кто-то бы начал мутить там. Ну, например, ну, не знаю, земля плоская, люди бы стали бы из общины уходить. Все, кто плоскоземельный бы. И что бы, Игнать Тихоневич бы, это, ну, посмотрите, кто он и кто я. И тоже бы начал себя хвалить, а его бы за это начали бы тюкать. Ну, что ты хвалишься-то? А о чем ему говорит-то? Ему приходится, его вынуждает. Я в тюрьме сидел, не сломали меня, как бы никто, все предлагали затрудничество. Я Богом избранный. Его за эти слова, там, звездочки там рисуют, ролики-то видели, или, может быть, это, как они называются, лапкищина, обличение, лапкищина. Я ее только выяснил, сидят его. Но что интересно, кто говорил, через Сергея Козлова допросился со мной на встречу, три года поливал меня по всем статьям. Просто разбойник. И давай извиняться. Я не могу больше, у него и голова начала болеть, видимо, и полумертвой уже. Но Господь это сделал. Ибо я не хочу ни фамилии, ничего говорить, только молиться. Мы договорились не трогать даже. Но я ему... Так и так все знают. Он говорит, что неужели не верить? Я говорю, конечно нет, нет основания вам верить. Такую подлость творили. Его подельники, там, по радиостанции в группе сидят. Я их люблю. Кого любить-то? Он ни одного слова обо мне не говорит, который рядом сидит священник-то. У меня два УАЗика, я езжу где-то. Ни одного УАЗика никогда не было. Ну, брехня собачья. Сидит священник. Он не верующий. Ну, договорились, все. Перемирие. Долгое. Так, у меня вопрос. Человек умирает сегодня, Новый Завет. Приговор Божий когда произносится? В день смерти или в день Второго Пришествия будет? Второго Пришествия. А как же тогда Господь разбойнику сказал ныне же со мною будешь в раю? То есть, он его уже определил сразу прям. А сектанты переводят сказал ему ныне будешь со мною в раю? То есть, они этот суд отодвигают. Ну, тебе-то не сказали, мне не сказали. Мы спасены надежде. Это только сектанты спасенные. Ему-то сказал птичьи перпела нужный был человек. Что это такое? Что за подключился митрофон? Что за птичий язык? Это Петр Мещенин. Понятно, что он мне не сказал. Я-то живой или еще. Вот. А почему отвергаете мысли, что именно в день смерти Пригова? Ведь и притча о Лазаре там уже все. Один в раю, другой в аду. И он эту притчу и говорит, что туда-сюда не переходят уже определенно места. Это не рай. Не рай. Не рай. О ком это говорится? А для чего тогда суд был? Тогда может быть не рай, разводнику-то сказал в раю, значит рай уже должен был наступить в этот день. день-то. Называется с больших букв, два слова с больших букв, страшный суд. И я скажу там, говорит, налево-направо, считаем внимательно, 25 глава Матфея, там окончательный приговор. А это временный суд, так пропустили, там еще видно будет. Никто ничего не знает. 1 Коринфян 4,5 Не судите никак прежде времени, доколе не приедет Господь и не осветит сокрытое во мраке. Вот у Паисия, считаем, жития его, весь город стонет, флаги приспущены. В столетии один такой человек святой рождается, все думают. А он подошел и видит, стоит рядом дьявол и трезубцем душу из него вынимает. Но ведь человек умер, это уже равносильно тому, что Господь пришел за ним. Уже участь никак не изменится до суда. Не знаю. Или мы будем допустим... Сергей, мы не знаем, мы только так думаем, нам говорят, где-то сделано так, что можно что-то, честилище как у католиков, у нас поп будет ходила махать. Мы не знаем, мы знаем только, верующий в Сына Божий имеет жизнь вечную, неверующий не увидит жизни. Не увидит, но гнев Божий пребывает на нем. За льва Толстого церковь-то не молится. Хотя его родная сестра, родная сестра, она монахиня была, Мария, пришла там в Амросе Оптинского, спрашивала, можно ли молиться. Он в домашней молитве, можете, а в церкви не будет, он был богохульник. Вот и все. Все здесь, что у нас, там может выглядеть не так. Перед престолом течет огненная река. Седьмая глава, мы считаем, Даниила Пророха и в 12 главе об этом говорит. Праведники, грешные, все пройдут через нее. Праведник, как солнце воссияет, а грешник, как обгорелый головня выйдет. Вот оно будет окончательно. И будет плач и скрежет зубов. Сегодня мы ничего не знаем, только так, сквозь тусклое стекло гадательное говорим. А лучше на эту тему не говорить. Мы знаем, будет страж 600, окончательный приговор только там. Но одно дело не знаем, когда, да, понятно, что Бог определяет, но другое дело, вещи очевидные. То есть, вы перечислили Сталин, Гитлер, лысый пигмей, ну, злодеи, очевидные злодеи. И там, Серафим Саровским мы их тоже перечисляем, тоже очевидно, святые люди. То есть, понятно, что уже, как бы, и сюда не было, но мы их уже либо каналининой, либо туда, либо туда отправили, потому что он уже из них показывал. Написано, не судите, но понятно, что Церковь, однако, судит. И если мы видим, что явный грешник, что он не раскаян, но явно, как он в церковь не ходил, и как, мне кажется, это обольщение, что вы за него подаваете деньги, и он обман мне. Не подавай, не подавай, никто же не заставляет это делать. Я не подаю, и когда за мертвых поминальники там раздают пирожки, я никогда не беру. Я так понимаю. Ну, я не беру. А другие хотят брать, но мне кажется, они в обольщение, в самообмане. А почему? Почему? Да. Потому что написано, они переходят ни туда, ни туда. Все, участь его определенная. Нет, пирожки, пирожки почему не взять? Пирожки он ищет. Пирожки. Ну, можно брать, там поминай где-то. Я не беру, просто для себя это имею. Почему? Ну, тут я, мой дресс-код такой. Мы мясо не едим. Ну, почему? Просто я обхожусь без этого. У меня печаль сегодня большая. стучилась. Какая? Сегодня пришли домой, этот, Володя взял нож, Володя, и с ножом ко мне и замерил, какой мой рост на косяке. Я попросил. А он сразу достал метр там и замерил. И у меня метр шестьдесят девять, а я-то метр семьдесят два везде пишу. Куда три сантиметра-то мои делись-то? Усохли мощи нетленные? Усох. Так операция-то на позвоночнике не зря мне резали, делали-то. Так теперь у меня и вес другой должен быть. Вот теперь до Пасхи я должен войти уже в свой режим по этому росту. Мне сейчас надо минимум три килограмма убрать. Откуда их убирать, даже не знаю. Я сегодня маме моей Валентине Орефине вот этот листочек подавился с весами и про вас рассказал. Говорю, Игнать Тихонович переживает, что у него лишний вес. А она, ей так смешно стало. Она знает, что вы худой. У Игнать Тихоновича лишний вес. А кто это забеспокоился-то? Валентина Орефина, мама моя. Ну правильно, потому что у меня место другое. У меня сейчас лишнего-то нету. Я себе искусственно всю жизнь держал на пять килограмм ниже положенного. У меня сейчас вес килограмм в килограмм по моему росту выходит. За шкалу не выходит, но для меня это уже не подходит. У меня должны быть запасные килограммы в обратном порядке. Понятно. Поэтому за эти две недели помолитесь, чтобы я, говорит, не помер. Вопрос по пирожкам. Ответ по пирожкам привлечь. пирожки не помогут. Тем более после лети. Ну вот три сантиметра. Я хожу и пристаю ребятам. Где мои три сантиметра? Где мои шестнадцать лет? Мятич, надо нажать чтобы позвоночник распрямился и тогда будет нормально. Вы должны эти три сантиметра восстановиться. Видимо, позвонки немножко сложились или как-то. То есть надо расправлять, вытягивать его. На турнике висеть надо. Вот, да, правильно Сергей говорит. Или на жесткой досках лежать, да, то же самое, чтобы он расслаблялся. Мне нельзя в турнике висеть-то. У меня операция и две грыжи. Мне нельзя на растяжку. То я когда ночью сплю, лежу, тело расслабиться я слез из кровати не могу. Иногда бывает для меня самая главная задача, чтобы кто-то помог брюки надеть. На жестком надо, надо сказать. работал. У меня раздавленный позвоночник. Не переживайте вы так. Три сантиметра моих, где они? Лишнего нет и свалок оба. Но запас пару килограммчиков конечно неплохо было бы. И обо мне помолитесь. Мы с Глушковым начнем воевать с лишним весом. Давайте помолимся. Проволь догорим, Бог. Давайте. Достойно есть я, кого истину, уложить и тебя Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную. И Матерь Бога нашим очистнейшую Херубин, и славнейшую без сравнения с Ерафием, без истнения Бога славородшую, сущую Богородицу, к величанию. Да, тихо, смайтесь. Любящий наш Отец небесный, мы предстали перед тобой и просим во имя Иисуса Христа Господа и Спасителя нашего, услышь нашу молитву. Благодарим тебя за воскресный день, напоминающий о твоей победе над смертью над дьяволом. Не допусти, чтобы дети твои кто-либо приняли начертание зверя антихриста. Укрепи народу и дару единства духовное рождение патриархам, епископам, священникам и всем верующим в тебя. Возвысь веру православную, замысли ретяков, разрушив ничто преврати. Сохрани правителя от покушения на них. Дай им страх твой святой и мир Израилю, России, Украине и Сирии, где война идет. Тебе Божья слава, тебе хвала, тебе счастье и поклонение Отец и Сын и Святой Дух. Аминь. 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 Сережа, а у меня